здравствуйте дорогие друзья очень очень многих рукодельниц возникает вопрос что делать если машина не электронная а так хочется интерактивного вязания вам на помощь придет вот такой комплект несталлер перфо этот комплект который вы можете присоединить к абсолютно любой перфа карточной машине не перфа карточной машине к любой не электронной машине вот как например вы видите у меня подключен он к машине lk 150 не стали вы можете подключить к абсолютно любой машине даже губерайзер если предположим у вас нет программы и займет и так что представляет собой этот набор в этот набор входит собственно говоря сама система не станет описание инструкция по работе с программой и и вот такой магнитный датчик нить ставер и еще один магнитный датчик который крепится непосредственно на саму каретку приобрести такой набор вы можете в интернет-магазине швейный мир а воспользовавшись промокодом лорейн получить приятную скидку на его приобретение этот комплект позволит вам выполнять выкройки абсолютно любой сложности в программе не стайлер автоматически их рассчитывать и увязать в интерактивном режиме то есть это электронное лекальное устройство конечно же рисунков ваша машина не завяжет но эта система убережет вас и сократит ваше время от нудных расчетов которые будут производиться просто автоматически у вас в программе знаете мои ученики задают очень часто вопрос что о том что работает ли программа не стайлер с более поздними версиями windows вы знаете замечательно работает у меня работала работала система не стайлер с windows 7 с windows 8 на сегодняшний день операционная система в моем ноутбуке windows 10 профессионал и она прекрасно работает с windows 10 профессионал поэтому чтобы не быть голословной я еще раз установлю вместе с вами диск из набора не стайлер перфо и хочу еще заметить что приобретая официального дистрибьютора комплект не стайлер перфо вы обезопасите свой компьютер от сомнительных пиратских программ и простите за слово втыкание свои устройства сомнительных проводов которые непонятно где и как изготавливались я думаю что это веская причина все-таки приобретать лицензионные продукты не знаю как для вас для меня да итак давайте начнем с установки дизайн системы нет стайлер и я буду его устанавливать при вас на операционную систему windows 10 и мы посмотрим как это будет выглядеть на наших экранах итак дорогие друзья вот моя система операционная система windows 10 чтобы не было сомнений что это именно мой компьютер и программа не стали работать с windows 10 меня на компьютере а теперь а теперь занимаемся установкой устанавливаем программу не стали нажимаем на кнопку установка и так после того как вы нажали на кнопку системы у вас появляется окно вас приветствует мастер установки не стали нажимаем на кнопку далее читаем лицензионное соглашение выбираем пункт я принимаю условия соглашения и снова нажимаем на кнопку далее выбираем папку выбираем путь куда мы будем устанавливать программу места обычно она бросится на диск c нажимаем на кнопку далее еще раз далее ставим галочку создать ярлык на рабочем столе и еще раз нажимаем на кнопку далее далее нас нам сообщают о том что все готово к установке и мы нажимаем с вами на кнопку установить и ждем когда произойдет установка программа после того как установка программа завершена нажимаем нажимаем на завершить программа наша установлена и нам с вами остается подключить ее к нашему интерактивному вязанию далее следует очень подробная инструкция как нам с вами это сделать нажимаем на кнопку далее устанавливаем драйвера моя операционная система каждый раз просит разрешение приложению внести изменения конечно же разрешаем и устанавливаем и устанавливаемся установкой драйверов нажимаем на кнопку далее снова таки просматриваем лицензионное соглашение принимаем его и нажимаем на кнопку далее нажимаем на кнопку готово и когда все готово снова нажимаем на кнопку далее теперь занимаемся поиском кс адаптера нажимаем на поиск кс адаптер предварительно вставив гнездо шнура в ваше устройство будь то ноутбук или будь то персональный компьютер у вас появляется вот такое окошко нажимаем на кнопку скан и наш адаптер нашелся ком 5 нажимаем на кнопку сейв сохранить после того как мы сохранили ком 5 для нашей программы не стайлер нажимаем на кнопку выход программа готова к работе с ней для моей операционной системы я нажимаю правой кнопкой мыши на ярлык программы нет стайлер и нажимаю открыть или запуск от имени администратора если я просто два раза кликну по ярлыку левой кнопкой мыши программа выдаст ошибку и не откроется с другими операционными системами программа не стайлер открывалась по двойному щелчку левой кнопкой мыши но с операционной системой windows 10 она у меня работает именно от правой мыши с запуском от имени администратора мы каждый раз будем разрешать этому приложению от неизвестного издателя вносить изменения на вашем устройстве мне не страшно разрешать потому что программу я приобрела в магазине шейный мир я нажимаю на кнопку да и жду запуска программы и вот он перед нами наш целый мир но для того чтобы программа увидела наш датчик итак давайте теперь зайдем в модуль вязания нажмем на стрелку открыть меню выберем опцию настройки программы и нам нужно с вами выбрать порт выбираем порт ком 5 не важно абсолютно какая машина у вас установлена нажимаем на кнопку запомнить и теперь нажав на кнопку старт наша программа должна увидеть наш адаптер установите магнитный датчик относительно блока нитстайлер таким образом чтобы датчик практически вплотную подходил к блоку нитстайлер практически вплотную итак смотрим что происходит при движении каретки с магнитным датчиком мимо блока нитстайлер программа нитстайлер начинает считывать ряды вот например сейчас я вам покажу более сложную выкройку и вот благодаря этой программе вы можете создать выкройку абсолютно любой сложности внести машинную пробу в модуле рисования и продолжить работу в модуле вязания достаточно нажать на кнопку старт абсолютно не важно как расположены датчики можно выбрать так как датчиков электронных у нас нет они предназначены для электронных машин все что нам нужно от этой программы чтобы она нам пересчитала выкройку после того как мы ее построим и внесем машинную пробу и прояжем и так любую машину можно подключить к работе с программой нитстайлер это удобно и это действительно здорово так как датчиков электронных у нас нет они предназначены для электронных машин все что нам нужно от этой программы чтобы она нам пересчитала выкройку после того как мы ее построим и внесем машинную пробу и прояжем и так любую машину можно подключить к работе с программой нитстайлер это удобно и это действительно здорово а сейчас я вам хочу показать куда вносится машинная проба машинная проба вносится в модуле рисования по умолчанию модуль машинной пробы вот он установлен на 40 петель и 60 рядов но программа нитстайлер позволяет внести сюда любое количество петель и рядов как правило для того чтобы избежать погрешности при вязании я использую образцы 80 на 100 и вношу предположим 80 петель предположим сколько у меня получилось сантиметров ну давайте возьмем неважно 23 и 100 рядов и в 100 рядах у меня предположим было 25 сантиметров и нажав на кнопку применить обратите внимание программа сейчас как калькулятор пересчитает вашу машинную пробу и автоматически вернется к значениям 40 на 60 это не значит что программа неправильно считает машинную пробу она автоматически после перерасчета восстанавливает значение по умолчанию 40 на 60 и показывает вам исходя из вашей машинной пробы в данном случае 80 петель на 23 сколько это будет в 40 на 60 давайте проверим итак запомните 80 и 23 нажимаем на кнопку применить еще раз заходим в машинную пробу и мы видим помните было 80 и 23 и вот пожалуйста 40 и 11,5 если вы умножите 80 разделите на 40 получите 2 и умножив 2 на 11,5 мы получим 23 сантиметра которые мы и вносили то же самое касается и высоты мы с вами вносили высоту 100 рядов и 25 сантиметров выполнив вашу машинную пробу выполнив перерасчет программа вернулась к значению по умолчанию 40 и 60 если вы разделите 100 на 25 вы получите 4 если вы получите 60 на 15 вы получите те же 4 а это значит что это абсолютно то же самое итак нажав на кнопку применить вы получаете перерасчет вашего изделия нажав на кнопку вписать в экран мы получаем как выглядит целиком в наше выкройка в модуле рисования конечно же эта программа работает с узорами в автоматическом режиме все таки с электронными машинами но с удовольствием работают в интерактивном вязании абсолютно с любой машины поэтому если у вас нет возможности приобрести программу дизайнит 8 то приобретите программу нестайлер и будете довольны и счастливы кроме того например для интерсионных рисунков подобная программа просто незаменима потому что с легкостью магнитный датчик вы можете переставить и на интерсионную каретку в том числе и выполнять интерсионные рисунки считывая например мы с вами хотим внести интерсионный рисунок в наш джемпер внесли в модуль рисования рисунок переходим в модуль вязания и при помощи интерсионной каретки выполняем наш сложный рисунок и так как интерсионные рисунки автоматически вяжет только для машин силер электронная каретка АГ-50 которая работает исключительно с программой дизайнит то на всех остальных машинах вы с легкостью сможете выполнять эти рисунки при помощи программы нестайлер и это согласитесь намного удобнее чем делать это с напечатанной схемой потому что на своих экранах вы можете хоть на огромный телевизор вывести эту схему и так пользуйтесь с удовольствием и наслаждайтесь процессом вязания так для машины 4 класса для выполнения образца я набрала 60 петель провяжем на плотности 5 несколько рядов для выбранной пряжи и если понравится оставим плотности итак смотрим на наш образец а мне не нравится слишком рыхло хотелось бы поплотнее поэтому навешиваем груз и переключаемся на плотность 4 провязываем несколько рядов на плотности 4 убеждаемся в том что полотно им нравится провязываем провязываем 1 ряд на плотности 9 возвращаемся к плотности 4 счетчик рядов устанавливаем на ноль провязываем 60 рядов итак мы с вами провязали 60 рядов образца переключаемся снова на плотность 9 провязываем 1 ряд возвращаемся к плотности 4 обрезаем рабочую нить сбрасываем полотно с игл машины благодаря рядам провязанным на плотности с большим значением мы получили четкую окантовку которая нам позволит сделать корректную машинную пробу остается этот образец отпарить и внести машинную пробу в программу дизайн нит или в программу нитстайлер сейчас отправляемся выполнять самое обычное ВТО итак мы с вами приступаем к ВТО мы выполнили образец 60 на 60 для машины 4 класса для изделия которую я буду выполнять достаточно если бы я выполняла платье Макси я бы выполняла образец на 120 рядов итак выполняем отпаривание нашего образца прежде с которой я работаю хлопок хлопок я отпариваю касаясь подошвы утюга образца и этот хлопок растягивается во время мазки поэтому если вы слегка над ним пройдетесь паром или даже слишком пройдетесь паром во время мазки изделие вытянется изделие которое я буду выполнять поперечно вязаные для поперечно вязаных изделий образец встряхиваем в поперечном направлении и не знаю передает ли вам камера но в общем то даже визуально видно что изделие будет тянуться именно в ширину поэтому поэтому отпариваем наши изделия и так выполнили отпарили отпарили наш образец после этого от маркировочного ряда до маркировочного ряда измерили длину получили не пренебрегаем десятыми потому что при длинных изделиях эти десятые могут сыграть с вами злую шутку изделия может быть слишком длинным либо слишком коротким и так посмотрели что здесь 18,3 сантиметра в шестидесяти рядах запомнили либо записали 18,3 в шестидесяти рядах и измеряем ширину ширина 30 сантиметров в шестидесяти петлях отправляемся вносить в нашу машинную пробу в программу и так после того как мы выполнили ВТО нашего образца заходим в калькулятор машинная проба вводим нажав на опцию новую вводим имя шаблона если вы сохраните ваш шаблон вы можете вернуться к нему в любое время указываем что это была гладь хлопок машина четвертого класса почему указываем машину четвертого класса потому что с одной и той же программой я работаю на машинах разных классов и плотность 4 нажимаем на кнопку ОК и остается увести наше значение и так мы выполняли образец на 60 петлях и получили в итоге 30 сантиметров так и пишем ширина 60 петель и 30 сантиметров далее высота здесь так и стоит 60 рядов и высота вы помните я говорила что нельзя пренебрегать сотами 18,3 сантиметра после этого нажимаем на кнопку сохранить ну и соответственно на кнопку применить теперь мы введя выкройку в модуль рисования для этого достаточно нажать на опцию наложить выкройку получим выкройку который пересчитает вам программа если вы хотите посмотреть на выкройку в более крупном варианте достаточно воспользоваться опцией увеличить масштаб если ваша выкройка слишком велика оказалась и не вписывается в экран достаточно нажать на кнопку вписать в экран и вы снова получите ту же самую маленькую выкройку которая описана в вашей экране теперь перейдя в модуль вязания вы увидите выкройку на своем экране слева вверху вы можете увидеть что максимальная ширина при данной машинной пробе 103 петли и максимальное количество рядов в этой детали выкройки 202 ряда убрать ряды вы можете просто однократным нажатием левой кнопкой мыши на самую нижнюю часть выкройки либо можете убавить ряды вручную вручную когда вы пользуетесь магнитными датчиками абсолютно неважно какое переплетение у вас здесь стоит будь то однофантурный жаккард или панчлес ажур без дакировки или фанговое переплетение можно пользоваться просто однофантурным жаккардом также удобно если вы от руки выполняете однофантурный жаккард внеся рисунок к этой выкройке выполнять пошагово любой рисунок так у нас есть и машинная проба нам осталось построить выкройку наложить на нее машинную пробу и приступить к вязанию любого изделия вяжите с удовольствием вяжите вместе с нами в вашем ренте